Меня всегда восхищали алюминиевые банки. Такие аккуратные, лёгкие, такие музыкальные. Эту банку можно открыть одной рукой. А с обычной банкой придётся долго возиться консервным ножом. Для меня в них остался всего лишь один минус. Вечно поналивают всякой ерунды туда. Кстати, а как эта ерунда туда попадает? Банка ведь запаянная. А, ну понятно, наливают ерунду, потом запаивают банку. Стоп. Но тогда ведь эта ерунда выкипит просто в процессе запаивания. Так? Не подходит. А, они наливают ерунду, а потом закатывают банку так, как закатывают банку с огурцами. Но тогда из этой жижи выйдет весь газ. А газ, собственно, и есть самая важная составляющая. Этой жижи. Так всё-таки, как же эта жидкость попадает внутрь железной банки? Вопрос. Первые алюминиевые банки для напитков были далеко не лучшими. По форме они как раз и напоминали сегодняшние банки из-под тушёнки. Их тоже открывали консервными ножами. Это было более семидесяти лет назад. На современном производстве баночки объёмом в 0,33 литра получаются из огромного рулона алюминия весом в 9 тонн. Ширина этого рулона полтора метра. И этого материала хватит для производства семьсот пятидесяти тысяч банок. Давайте узнаем, как плоский лист превращают в цилиндрическую банку. Это сейчас технологии позволяют многое. А раньше банки были такими несовершенными, что рекламировать их могли только нарисованные персонажи. Ведь это было очень неудобно. Открывать банку при помощи консервных ножей и других приспособлений. Но вернёмся в настоящее. Сначала лист подаётся в капер, чашкообразующий пресс. Из листа выбивают кружки диаметром 14 сантиметров. Именно они послужат заготовкой для нашей банки. Часть листа, из которого только что выбили кружки, идут на переплавку. И вновь превращаются в огромный рулон алюминия. С чашками дело обстоит сложнее. С ними происходят самые настоящие чудеса. Чашки попадают в следующий агрегат. Корпусообразующую машину. Она растягивает стенки заготовки до формы привычной нам банки. В этом участвует специальный инструмент. Пуансон. Во время растягивания в машину подаётся смазочно-охлаждающая жидкость, чтобы утончившийся металл не порвался. После этой операции неровные края банки обрезает триммер. Партию растянутых и выровненных банок переворачивают вверх дном и отсылают в моечную машину. Для начала ванна из соляной кислоты при температуре 60 градусов. Смывается смазка и верхний слой алюминия. А чтобы от кислоты наши губы не остались на банке, мойка продолжается в воде с нулевым водородным показателем при той же температуре. Что ж, мытьё в соляной кислоте не прошло бесследно. Теперь банка просто-таки блестит. А вот назвать блестящей банку образца 67-го года язык не повернётся. Хотя сама она в этом году показала язык всему миру. Но вот беда. Эти язычки проваливались в банку и порой попадали внутрь потреблявшего содержимое. И только через 40 лет была придумана конструкция, которая не изменилась и до наших дней. О ней мы и расскажем. Перед нами снова большой рулон алюминия, из которого пресс выбивает заготовки для крышки по 8 штук за один раз. И тут же крышка оказывается в лапах подвивочной машины. Она делает по краям завитки, чтобы крышка потом накрепко сцепилась с банкой. Для этого на внутреннюю сторону крышки наносится уплотнительная паста. Высушенная крышка продолжает свой путь. Именно сейчас произойдёт то, чего все ждали. Вы узнаете, как крышку оснащают приспособлением для открывания. К этому решению инженерная мысль шла почти 40 лет. Это уже хорошо знакомая нам алюминиевая лента. Но что так усердно выбивает из неё пресс? Да это те самые ключики для открывания банки. Одновременно с изготовлением ключиков, с нашей крышкой происходят кардинальные изменения. Она попадает в так называемую конверсионную систему. На поверхности крышки вырубается насечка определённой формы и глубины. Причём ближе к центру насечки практически нет. Почему? Смотрите. В центр нашей крышки с заклёпкой крепятся ключики. Когда мы открываем банку, мы надавливаем на край ключика, а тот давит на язычок. Тот отгибается внутрь банки, но внутрь ни за что не провалится. Ну, вот и все испытания позади. Крышки с банками готовы и упакованы. И развозятся по заводу. Обратите внимание, отдельно. То есть, привычные нам банки до сих пор не существуют. Почему? Да потому, что ещё предстоит наполнить банку содержимым. А как это сделать, если банка закрыта? И только там, где будут разливаться напитки, банка воссоединится с крышкой. И мы получим наш алюминиевый идеал. Хотите проверить? Что ж, язычок вам в руки. А ещё с помощью пустой железной банки можно создать недорогой, но очень эффектный музыкальный инструмент. Берём рис, насыпаем в банку немножко. Затыкаем дырку пальцем. И получается прекрасный маракас. Затыкаем дырку пальцем.